ничего точить не надо это мне бывший коллега вчера по телефону сказал не знаю что он там подгонял стачивал когда-то мы вместе работали время техники я у нее интересовался наличием вот это он сказал что у него нет но он вроде когда-то ставил и что-то тут точил я это конечно под сомнение поставил про себя ему ничего не сказал потому как шли точно такие же шестерни только металлические на чайки 2 насколько я помню он может быть что-то спутал столько лет прошло это редкая неисправность но я вот за свою бытность за 30 с лишним лет встречал всего лишь несколько раз именно вот с такими я встречался с лизанами шестерами вот с такой но есть такой по моему я встречал что лопнула сама втулка вот это вот раза два три не более раньше как-то частенько ну не частенько конечно их меньше и было и они гораздо надежнее чем обычные чайки там 142 132 но вот именно я встречал раза два или три вот именно с такой неисправность как мы выходили из положения не помню я помню что заказывали что ли приходили с подольска ну в наличии не было никогда вот таких запчастюлек ну вот уже подогнал сейчас все закреплю и буду проверять так пара стояла изначально же капронный металл сейчас стоит металла металл ее надо по-любому притирать чем я сейчас и займусь так надо маслица сюда дать ухты лишка ну и на это маслица посты гоя сейчас мы эту пару притрем будет работать как часики как часики будет вот это вот механизм работать но пока он звук звук пока оставляет желать ну шестерня новая пока она найдет свое место зуб об зуб это вообще вот этот полу шестерня с валом который я поставил это уже от последующих моделей потому что вал вал где-то на 8 миллиметров да почти на сантим длиннее это уже какой-то 100 42 132 но это не суть конечно главное что шестерни у них тут зубья совпадают по размеру резали на одном и том же станке так что сейчас я поставлю движок и погоняю на оборотах все будет хорошо зуба вполне сносных по протирается и будет нормально это я сейчас еще пятно буду выставлять контакта будет еще помягче работать так ход был развернутый я убрал полностью шестерню за зацепление убрал выставил это вот верхняя точка сейчас верхняя мертвая точка игловодителя это самом крайнем вот этот ход полу шестерни ход самого челночного самое левое так теперь это надо все зафиксировать и тут еще далеко далеко не все сейчас тягомотное занятие такое никуда так здесь фиксируем фиксируем хомутик этот так смотрим так смотрим смотрим так ну все нормально сейчас я еще уберу тут запасик есть это я специально с запасом я угадал теперь ослабляем хомут ослабляем хомут ослабляем хомут и где у меня пассатижи вот они так и чуть-чуть убираем хода вот так вот фиксируем вал двигателя челнока смотрим о вот как-то так так это я чё зигзаг включить так правый укол левый укол так ну тут надо еще отрегулировать 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 зазорчики все зазорчики здесь здесь что-то заклинило его так а ясно винтик не дает крутиться так 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 сейчас уже почти практически беззвучно но большой люфтец люфтец так это сейчас все мы устраним единственное что здесь еще не выставлено это зазор между корпусом челнока и иглой так как ход снимался надо надо полностью ход весь подать вверх вот так вот так угу так вверх но без фанатизма так 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 еще вверх вот так вот вот это мы сейчас зафиксируем сейчас возможно будет затирать шестерни да конечно я подал же вверх шестерню затирает для этого опять ослабляем и пятно контакта надо надо уменьшить пятно контакта путем опускания шестеренки оп все сейчас должен ход быть легкий вот и все все стало на свои места так зазорчик идеальный прямо где-то 0,2 миллиметра либо толщина листка газеты все все можно фиксировать фиксировать и проверять шить будет хорошо так я гарантирую так контрагаем вот все стало на свои места в том числе и ход так а это вот да чайка два из последних выпусков уже вот как у чайки 3 вот этот вот фиксатор челнока такой уже пошел так что что такое а где затирает а где затирает не могу понять так что то тут где-то затирает не могу понять так она то проскальзывает то затирает так ну-ка мы подняли до конца так где-то 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 подкусывает где-то подкусывает но это надо погонять а подкусывает ладно это надо на скорость погонять это лучше будет притрется пара звук конечно не очень но это хорошо что такой звук сейчас отрегулируем положение шестеренок и будет шептать так и так ух ты много наверное вот так вот сделать не слышно вот сейчас машинку будет не слышно вот сейчас как я и говорил все потому что пары притерлись более менее ну надо вот этот люфтец он ни к чему чуть-чуть еще поднять пятно контакта увеличить вот так вот наверное будет самый аккурат ну-ка слушаем ну можно еще сделать шестерню пониже вот так вот наверно так и вот так фиксируем вторую проверяем вот сейчас шепчет уменьшим надо основание шила а люфтец большой это не есть хорошо люфтец мы сейчас уменьшим так уменьшить его можно только увеличив пятно контакта но будет звук конечно но зато не будет люфта вот такой допустимый чуть-чуть полградуса полградуса так 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 ага 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 ну это еще не все это еще не все это еще не все после всех манипуляций сбился ход это мелочи жизни так назад чуть-чуть застри катала красоте вот тут правда черная затяжка отличная так ну-ка мы сейчас поставим все умилкой так 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 да и и и и и и и Ну вот, как-то так Все Если у кого-то подобная неисправность возникнет, эти взаимозаменяемые Вот эти вот секторные шестерни, полушестерни, как еще называют От 142-х, от 132-х, они взаимозаменяемые с чайкой 2 Единственное, это чуть-чуть покороче Вот здесь, вот единственное отличие, что она тут торчит немножко Вот, ну миллиметров на 8, может на сантим Чуть-чуть она, чуть-чуть подлиннее Это где-то вот так вот, покороче чуть-чуть и все Но это не критично Все Еще одна единица шлейной техники в строю Если пластиковой хватило на 50 лет работы, то металлической хватит лет на 300 На века Все, на этом Все, на этом